МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый звонок в школах прозвучит еще не скоро, но учебный год в разгаре. А между тем, с сегодняшнего дня начался прием заявлений родителей о зачислении детей в первые классы. Наш корреспондент побывал в одной из рязанских школ и узнал, что нужно делать, чтобы стать родителем первоклассника. Первые учители – новые друзья. Проходя по коридорам, взрослые вспоминают, как еще недавно сами были детьми. А сейчас они уже выбирают школу для маленького чада. 1 февраля в Рязанской области стартовал прием детей в первый класс. При этом родители могут выбрать любое образовательное учреждение. Критерии здесь у каждого свои. Сын Евгений Лошаковой пойдет по стопам мамы. Мы относимся к этой школе по прописке. Я сама закончила эту школу. Знаю многих учителей. И к кому планируем пойти, может быть, попадем. Чтобы устроить ребенка в понравившуюся школу, родители должны зайти на единый портал госуслуги.ру и заполнить заявление в электронной форме. Система автоматически формирует очередь и присваивает человеку порядковый номер. Затем нужно собрать документы и прийти в саму школу. Дальше все родители делятся на две большие группы. Те, кто идут в школу по месту прописки, могут не торопиться. Через 7 дней после подачи документов они автоматически будут зачислены в первый класс. Причем такие льготные условия действуют до 1 июля. Но заявление можно подать вплоть до начала учебного года, до 1 сентября. Редко бывают такие дети, которые закреплены по нашей территории, но пришли, допустим, после 1 июля с опозданием. Как правило, это дети, которые переезжают из других районов, покупают здесь квартиры и оказываются зарегистрированными уже после 1 июля. Однако они попадут в живую очередь вместе со второй группой родителей. Анна Мацюта – авантюристка, но при этом действует с тонким расчетом. Она пришла в первый день, то есть стала одной из первых в своей очереди, максимально увеличив шансы на зачисление ребенка в понравившуюся школу. Большое количество дополнительных занятий в школе, большое количество кружков разнообразных, близость к дому в самое ближайшее расположение, чтобы было. Таким родителям действительно лучше поторопиться. Чем раньше они подадут заявление, тем выше вероятность, что они добьются желаемого. В последнее время количество первоклассников резко увеличилось. На протяжении двух лет мы набираем по пять первых классов. Это более 125 учащихся. И в этом году в школу будущего первоклассника ходят чуть больше 135. В любом случае о выборе школы стоит подумать заранее, ведь дети учителя сформируют образ мысли ребенка и помогут ему полюбить различные науки. Познакомьтесь с этими людьми заранее, а лучше походите в школу будущего первоклассника. По отзывам ребенка вы поймете, нравится ли ему там учиться. А любовь к знаниям – это первый шаг к успеху. Страховые пенсии с 1 февраля будут проиндексированы на официальный уровень инфляции 2016 года. Постановление правительства, предусматривающее данные меру, подписала премьер-министр России Дмитрий Медведев. В пенсионном фонде побывала Галина Ершова и выяснила подробности изменений, которые коснутся рязанских пенсионеров. 1 февраля пенсионный фонд подготовил сразу несколько приятных сюрпризов. Один из них – модернизация электронного кабинета, где можно без очередей и в удобное время сделать 90% операций. Из 23 предоставляемых пенсионным фондом услуг, 19 уже работают на сайте. Самые распространенные – это вопросы материнского капитала, изменения способа доставки пенсий, управления пенсионными накоплениями. А также здесь вы найдете удобную форму подачи заявлений, запросов на изготовление справок, то есть все, что связано с пенсионным назначением. Недоступны пока запрос на пособие по погребению и другие мелкие выплаты. Где-то 20-22 тысячи в год появляется новых пенсионеров. И учитывая, что уже пополняют ряды более молодых поколений, которые, так сказать, уже далеко от военных лет, и многие уже разбираются в вопросах информационных технологий, то пенсионный фонд сегодня идет тоже в ногу со временем. Чтобы зарегистрироваться в электронной системе, нужно взять паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Подойти в любой ближайший пенсионный фонд. Это займет около 10 минут времени, а сэкономит часы, которые раньше вы проводили в очереди. Второй сюрприз – индексация пенсий. Ежегодно 1 февраля страховая часть для пенсионеров вырастает на размер инфляции. В этом году она повысится на 5,4%. Однако изменения коснутся только неработающих пенсионеров. Их в Рязани около 350 тысяч. Работающие же люди будут получать проиндексированную пенсию после завершения трудовой деятельности. В среднем у нас размер пенсии увеличится по области с учетом этой индексации где-то на 656 рублей. Соответственно, денежные средства в объеме 1,8 миллиарда в расчете на год. Таким образом, средний размер пенсии составит 12 812 рублей. Также индексация коснется выплат федеральным льготникам, которых на территории области более 250 тысяч человек. Среди них инвалиды, ветераны боевых действий, герои труда и другие. Такая выплата тоже повысится на 5,4%. В денежном эквиваленте или в виде материальной помощи люди получат лекарства, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и многое другое. Начало последнего месяца зимы ознаменовалось и другими значимыми изменениями, которые произошли в жизни россиян, в том числе и рязанцев. Подробнее расскажет Алена Куколева. У россиян осталось совсем мало времени, чтобы оформить свои квартиры и дома в собственность бесплатно. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации жилья является 28 февраля этого года. Но тех, кто занимается приватизацией земли, закон не коснется. Документ распространяется только на квартиры, жилые дома и комнаты. Напомним, что для оформления жилья в собственность потребуется 7 рабочих дней. Так что спешите. Получать паспорт и права будет проще. С 1 февраля во всех многофункциональных центрах можно будет получить российские и заграничные паспорта. Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права. Здесь даже можно будет получить загранпаспорта нового поколения. Их обязан будет оформлять и выдавать хотя бы один. Центр в городе и районе с населением более 100 тысяч человек. Торговля начинает переход на новую контрольно-кассовую технику. Она будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме. А при новых машинах вся выручка будет как на ладони. Покупатели смогут получать электронные чеки. Эксперты говорят, что их невозможно потерять или забыть в магазине. И если дома вы обнаружите брак в купленном товаре, то легче будет отстаивать свои права потребителя. С 1 февраля вступает в силу сразу несколько поправок в порядок и правила контрактной системы закупок. Например, при закупках лекарств в реестр таких контрактов необходимо включить не только название препарата и номер его регистрационного удостоверения, но и данные производителя и дозировку. Также есть новации в отношении закупок инновационной продукции. Они касаются малого и среднего бизнеса. Зима в этом году поморозила наса не на шутку, но, как оказалось, рязанцы неплохо подготовлены к холодам и могут похвастаться крепким иммунитетом. Заболеваемость с гриппом ОРВИ в Рязани ниже эпидпорога. Эпидемиологическая ситуация по гриппу ОРВИ в Рязани спокойно и соответствует уровню заболеваемости, характерному для конца января. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Мы по данным официальным статистическим, также по своей работе на уровне стационарной помощи, число взрослых больных, которых мы принимаем, которые у нас находятся на лечении, снизилось практически в два раза. По отношению к тем пациентам, к той ситуации, которая у нас отмечалась в конце декабря, особенно в середине декабря, в конце ноября, то есть Роспошел заболеваемости, ноябрь, декабрь, вот на этот период. Это видно также еще и по стационару детскому инфекционному, нашему главному основному, это основной стационар инфекционного отделения 11-й городской больницы. Вот только что я с ними был на связи, проблемы обсудили, число пациентов у них гораздо меньше. С гриппом ОРВИ. Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога. Например, на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Рязанской области была ниже расчетного эпидемического порога на 26%, по городу на 20%. Доля малышей среди заболевших составила 60%. Несмотря на стабильную ситуацию по ОРВИ и гриппу, в городе продолжаются дополнительные санитарно-противопедемические мероприятия. Снизить вероятность заражения гриппом развитие возможных осложнений помогут меры предосторожности, одной из которых является ношение одноразовой медицинской маски. Практически те больные, которые вот у нас здесь лежали, к нам обратились на нашу клиническую базу в поликлинике города Рязани области, это были те пациенты, которые не были вакцинированы по тем или иным причинам. По разным причинам. Многие отказываются от вакцинации. Те пациенты, которые были вакцинированы, они либо не заболели, либо заболели легко, им не потребовалась стационарная помощь, может быть и вообще помощь медицинская. При использовании маски необходимо соблюдать простые правила. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос. Маску можно использовать не более трех часов и не использовать повторно. На календаре 1 февраля настала быть, и зима начала финальный отсчет. А между тем синоптики говорят, что последний месяц зимы считается самым холодным. Это время еще называют макушкой зимы. Среднесуточная температура в феврале достигает самых низких значений. О том, чем порадует нас погода в ближайшие дни, далее. В этом году макушка зимы будет умеренно морозной, обещают синоптики. Первый день февраля выдался достаточно комфортным. Заметно потеплело, а осадки практически обошлись стороной. Завтра в нашем городе станет немного холоднее, причем сегодняшнюю ночь будет теплее, чем предстоящий день, что бывает нечасто. И считается довольно аномальным явлением. 2 февраля ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, по области местами порывистый. Температура воздуха ночью минус 6, минус 11 градусов, местами до минус 16. В Рязани минус 8, минус 10. Днем минус 4, минус 9. По области в Рязани минус 7, минус 9. И к вечеру ожидается понижение. По области до минус 10, минус 15. В Рязани до минус 13, минус 15. 3 февраля в промежуточном гребне антициклона осадков не ожидается. Ночью морозы до минус 15, минус 20 градусов. Местами по области до минус 25. Днем в Рязани от 10 до 12 со знаком минус. А в выходные территория нашей области окажется на северной периферии южного циклона. Поэтому без небольшого или умеренного снега не обойдется. Обещают синоптики и сильный временами порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха минус 13, минус 18 градусов. В Рязани минус 14, минус 16. Днем минус 5, минус 10 по области. И в Рязани минус 7, минус 9. На дорогах скользко. И среднесуточная температура окажется около и немного ниже климатической нормы для этого периода. В общем, незамерзаем и ждем весны. До календарной остался месяц. А вот метеорологическая, которая связана с приходом среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, официально наступит 27 марта. В любом случае, приближение к самому долгожданному времени года уже началось. Новогодние праздники давно закончились, а компания «Зеленый сад» продолжает дарить подарки и создавать волшебное настроение. На днях компания подвела итоги масштабной акции, победители которой получили внушительные скидки на квартиры и ремонт в подарок. Подробности в нашем сюжете. Праздники с пользой. Именно так предложила своим клиентам провести новогодние каникулы компания «Зеленый сад». Заключая договор на приобретение квартиры, в период с 31 декабря по 12 января покупатели автоматически становились участниками розыгрыша с общим призовым фондом в 3 миллиона рублей. Самый волнующий момент наступил в канун Старого Нового Года. Именно на этот день был назначен розыгрыш. Уже в холле офиса гостей встречали очаровательная Снегурочка, мудрый Дед Мороз и ансамбль «Парафраз», создающий всем отличное настроение. Сам розыгрыш был разделен на пять этапов. Опустим первую партию наших конвертов. Все конверты у нас запечатаны. Обратите внимание. За ходом розыгрыша наблюдала независимая комиссия во главе с главным редактором газеты «Комсомольская правда Рязань» Татьяной Бадаловой. А в определении победителя организаторам помогали юные гости. Именно их легкая и неподкупная рука вытаскивала счастливый конверт. В первом туре приняли участие люди, которые заключили договор в самые первые дни праздников. Было определено два победителя. Один из них выиграл скидку в полмиллиона рублей. Таким образом, квартира для него подешевела сразу на 30%. Второму победителю достался ремонт. Компания «Зеленый сад» выполнит для него высококачественную отделку во всех помещениях квартиры. Кстати, как выглядит такая отделка? Каждая желающая может посмотреть сам, посетив уже готовые квартиры в жилых комплексах компании. Для отделки используются современные дизайнерские решения и высококачественные материалы зарубежного, в основном европейского производства. Общая стоимость такой отделки также составляет порядка полумиллиона рублей. Следующие два розыгрыша выявили еще четырех победителей. Двое из них также получили в подарок ремонт, а двое – скидки в 400 и 300 тысяч рублей соответственно. Ладошки вспотели, не верится до конца. Ну, рады, конечно, очень. Жене уже позвонил, она обрадовалась. Эмоции просто распирает. Вообще, у меня было чувство, что, скорее всего, да. Что надо выиграть. Как-то очень обрадовался. Нет, не ожидал, конечно, но приятно очень. Не читали даже об этом, но не верили до конца, удастся выиграть или нет. Среди тех, кому удача не улыбнулась, на четвертом этапе были разыграны еще три приза совсем не мелкого номинала. Сертификаты на скидки по 100 тысяч рублей. А в пятом этапе приняли участие владельцы квартир в жилых комплексах «Премьер» и «Еврокомфорт». По одному счастливчику в каждом из этих домов выиграли ремонт своей квартиры. Компания «Зеленый сад» в очередной раз подтвердила, что свои обязательства перед клиентами выполняет до конца. Весь трехмиллионный призовой фонд был полностью до копейки разыгран. Каждый объявленный приз нашел своего счастливого обладателя. Кроме того, абсолютно все участники получили приятные подарки. Для взрослых организаторы подготовили шампанское, а детей порадовали большими мягкими игрушками и красочными познавательными книжками. В компании «Зеленый сад» считают, что главный подарок, который можно сделать клиентам на Новый год, это вселить в них уверенность в своем будущем. На этом все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин